Всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. И сегодня мы поговорим о том, для чего нам нужны графические редакторы, как это практически применяется в действии, как это выглядит. В этом уроке будет много демонстрации, но мало объяснений того, что я делаю. То есть вы сможете понять, как это выглядит в программе, а для того, чтобы это изучить, это требует 2-3 месяца. То есть изучить это можно достаточно быстро, но сразу навык у вас не появится. Поэтому, пожалуйста, я знаю, что мне некоторые пишут, вот вы показываете непонятно как. Это демонстрационное видео, не обучающее. Я использую футболку, которую мы уже рисовали, и видео, как нарисовать эту футболку, у меня уже есть на моем канале YouTube. Я дам на него ссылку, вот смотрите, это полное видео. В этом видео детально показано, прям по шагам, то есть для совсем начинающих, делай раз, делай два, все показано. И вот здесь в комментариях под видео вы сможете найти детальное описание. Шаг 1. Открываем Adobe Illustrator. Шаг 2. Создаем файл. Файл новый создать. То есть все-все-все детально и подробно здесь есть. Поэтому сейчас, как рисовать футболку, я вам показывать не буду. Вот есть полное видео. Если захотите это сделать, вы можете зайти и, соответственно, нарисовать ту футболку, которая у меня уже есть. По этому видео, отрисованную футболку, у меня открыта в Adobe Illustrator. И сейчас мы начинаем с ним работать. Часто люди используют базовую конструкцию, одну единую, а потом от нее начинают в дальнейшем работать. Например, у вас есть журнал «Бурда», либо у вас есть футболка, либо у вас есть просто какая-то выкройка, которую вы хотите использовать. Футболка – это как пример самой банальной, простой вещи. То есть давайте не будем в нее упираться, это просто пример того, что мы сможем сделать. Соответственно, вы нарисовали один эскиз. Вот он у вас есть. И что теперь можно сделать, что можно от него, как бы, вытащить из этого изделия? Я выделила два основных направления. Без изменения базы и основы и с изменением конструктивных особенностей. Сейчас я создам новый документ. Соответственно, в этом новом документе мы и будем с вами работать. Так, сейчас я создаю документ для работы и будем смотреть, как что выглядит. Создала. Копирую сюда мою футболку, чтобы это все было в отдельном документе и все было видно и понятно. Поскольку мы сейчас будем делать много вариантов, так что смотрите. Первое и самое банальное моделирование, которое может произвести абсолютно любой человек, и на самом деле этим даже занимаются те, кто шьет просто самостоятельно, это моделирование за счет подбора ткани, либо за счет подбора цвета. Ну, соответственно, смотрите, как оно будет меняться. Это самая банальщина такая, да? Например, у нас белая футболка. Потом мы решили, что мы хотим, чтобы эта футболка была, допустим, голубая. Соответственно, мы сразу можем посмотреть, как это все выглядит. Допустим, голубая и еще одна футболка темно-синяя. То есть уже просто поменяв цвет изделия, мы с вами получаем абсолютно другой дизайн, другое восприятие. То есть согласитесь, что та же, например, белая футболка и та же синяя футболка, они смотрятся все-таки по-разному. Хотя мы еще ничего не делали, мы просто подобрали цвет. Это вот самая такая банальщина, которая может быть, но многие с нее начинают, и она действительно хорошо работает. Это действительно вот базовый прием, который у нас может быть. Вот мы, то есть у одной базовой футболки поменяли цвета. А в промышленности такой подход называется цветомоделями. И, как правило, именно футболки обладают большим вариативным рядом по цветам, потому что это базовая основа. И эту базу размножают. То есть человек, придя в магазин, вполне может купить футболку белого, синего, красного и черного. Притом в нескольких штуках. То есть я, например, могу купить там две белые футболки, потому что я их буду постоянно носить. Поэтому вот такое моделирование, оно используется вообще прям очень часто. И здесь можно прокрасить, посмотреть, как это будет выглядеть. Можно прокрасить сразу готовой тканью, если у нее есть какая-то фактура или текстура. И вы хотите, соответственно, это показать, как это будет выглядеть. Сейчас я поправлю рабочую среду. Немножко не нравится она вот так. Мне так будет удобнее работать. Значит, мы прокрасили однотонными цветами, а можем прокрасить, например, какими-то... Ну вот, вы пришли в магазин, и у вас есть трикотажное полотно с какими-то принтами готовыми. Вы можете его сфотографировать или ткань, которую вы выбираете на платье, и сразу положить на ваше изделие. Сейчас я покажу. Вот у меня есть три принта. И сейчас все три принта мы положим. Это принты просто взяты из просторов Google. Я не автор этих принтов. Я зашла, сказала, заливка. Мне показали фотографии, я эти заливки скачала. И, соответственно, сейчас занесла их сюда. То есть это не какое-то что-то суперавторское. Вот у нас есть, соответственно, футболка. И я могу к ней сейчас спокойно применить заливку. Например, вот такую. И у меня сразу получилась футболка с принтом. То есть предполагается, что я это полотно купила в магазине. Оно уже сразу у меня с таким принтом. И вот я из него сшила футболку. Может быть, там другой вариант. Например, вот была у меня голубая футболка. А стала она нежно-голубая. При этом, смотрите, я могу еще делать так называемый color blocking. Или когда у меня не обязательно же футболка будет пошита из одного цвета полотна. Я, например, могу сделать основу одного цвета, а принт другого цвета. То есть там полочка у меня, например, запринтована и выполнена из одной ткани, из одного полотна. А рукава выполнены из другого. И это тоже вполне реальный вариант. Очень он может присутствовать в том, что вы делаете. Поэтому не отказывайтесь от этой вариации. То есть может быть вот такой вариант. Может быть у вас заливка только там по отделке. Например, вот футболка. Я там, например, у меня только бейка другого цвета. И рукава другого цвета. Тоже будет совершенно разное восприятие от того изделия, которое вы делаете. То есть я сейчас, совершенно не меняя базу, не меняя основу, не изменяя каких-то деталей, просто подбираю другие полотна. И уже получила 6 совершенно разных вариантов, которые имеют право быть как самостоятельное какое-то решение. Соответственно, колорблокинг может быть как в цвете, так и в однотонной. Например, там у белой футболки темно-синяя отделка горловины. Такое тоже может быть. Только там нужно уже смотреть, что некоторые ткани при стирке слинивают. И такие сочетания не всегда самые удачные. Но это именно уже с точки зрения носки и технологии мы смотрим. А с точки зрения какого-то выполнения мы можем сейчас сделать вот такой вариант. То есть, пожалуйста, могут быть такое моделирование и такие прокрасы. Что мы еще можем сделать? Мы можем с вами сделать моделирование, сохраняя базовую конструкцию. То есть, не меняя саму футболочку, такую, какая она у нас есть. На нее сделать принт. Это очень популярное направление. Например, у вас есть футболка. И вы хотите... Так, что у меня с панелью инструментов? Не хватает мне. И вы хотите, чтобы у вас была стандартная базовая футболка, которую вы будете делать там в одном, двух, в трех цветах. И на нем располагался какой-то принт. Очень много сейчас фирм так работает. И, в принципе, с этого начинают. Предлагают дизайн на футболках. Соответственно, здесь в Adobe Illustrator это все очень просто делается. Вы можете попробовать ваш принт. У меня вот есть готовое уже просто изображение. Можно взять абсолютно любой тот авторский принт, который у вас есть. Это акварельно нарисованный принт. У нас был по нему марафон, можете это тоже посмотреть. То есть я могу сделать так называемый плейсмент, грубо говоря, самый популярный. Это у нас вот на груди мы сюда напринтовали. Он может быть таким образом. А я могу его сделать по-другому. Например, его расположить относительно какого-то элемента. Ну, там самое банальное, что приходит в голову, там вокруг горловины напринтовать гранатики. То есть как будто бы там вот такое ожерелье из граната сделать. То есть это тоже вариант, который вполне может быть. И это тоже будет так называемый принт плейсмент. Никак не зацеплю. Вот, который, соответственно, будет давать внешний вид изделия. Изменять его и делать его каким-то особым авторским. То есть может вот так быть. И то, и то это дизайн, и то, и то это разный дизайн у нас получился. При этом хорошо сделанный принт, правильно оформленный, он будет одинаково хорошо смотреться как на одном цвете, так и на другом. Но тут уже технологические особенности. На белом они смогут спокойно запринтовать, на темно-синим придется там, может быть, сначала вытравку делать, либо резиновый принт делать. Но все равно это может быть. Из нашего с вами принта может быть сформирован рапорт. Давайте еще дальше покажу. То есть мы с вами планомерно усложняем то, что у нас есть. То есть имея базовую футболку, сначала мы подбирали готовые полотна, вот как они есть. Теперь мы самостоятельно создаем тот принт, который мы хотим. При этом у меня, например, это гранат, да, это может быть какая-то надпись, это может быть какое-то изображение, пейзаж, фотография человека. Вообще вот все, что угодно, все, что у нас на футболках печатают, какие-то там по сериалам, по играм, по фильмам, фаны, вот эти вот все, это здесь тоже может присутствовать. Теперь мы с вами самостоятельно создаем полотно, которое бы мы хотели, чтобы у нас было как заливка. Смотрим вариант. Я сейчас снизу футболки буду показывать пример полотна, а потом саму футболку буду этим полотном заливать. У меня есть изображение, да, сейчас я его помельче сделаю, чтобы оно было более удобно варимое. Вот. Вот такой у меня получился принт. И теперь этим принтом я могу залить свое изделие. И точно так же я могу его залить слюком, могу залить в него только часть, в зависимости от того, какой эффект я хочу получить. С принтом я тоже могу по-разному работать и делать его вот как вот так вот стандартным, так и, например, вносить изменения в принт. Хочу, чтобы он был там, скажем, шашечкой, да, не обязательно же он должен быть квадратно-гнездовым методом выполнен, он может быть вот такой шашечкой, который даже находит друг на друга и показывает, как это все исполнено, да. Когда мне это нравится, я говорю сохранить копию, создается новый узор, окей. Вот, готово. И у меня получился принт, почему-то и здесь тоже залился, сейчас мы его уберем. Вот. Соответственно, здесь прямой принт, а здесь со сдвигом. Сейчас покажу разницу, почему-то залилось не совсем корректно. Вот так. Вот. То есть один и тот же принт, просто с разным, получается, ритмом. И, соответственно, с этим же разным ритмом он будет применяться и в изделии. И смотреться будет по-разному. То есть в одном случае он просто повторяется квадратно, в другом случае он повторяется более интересной шашечкой такой. Далее я могу размеры этих принтов изменять. А именно. Например, у меня есть вот такой принт в гранатике. И я понимаю, что для меня это слишком крупно. Мне так много не надо. Я бы хотела, чтобы он смотрелся мельче. Соответственно, программа мне такие вещи сделать позволяет. Например, вот так. Видите, стало меньше. То есть это стандартный размер, это более мелкий размер. Притом замельчить я его могу до очень большого состояния. То есть до того, чтобы он прям будет как будто бы ткань в горошек. Соответственно, согласитесь. То есть масштаб принта мы тоже можем менять. И от этого получать другой эффект. Здесь также можно менять цвет принта. Можно менять наклон принта. Давайте вот у этой, например, я поменяю наклон, чтобы было понятно, как это можно сделать. Так у нас все гранатики смотрят вертикально. А я могу их развернуть. И они будут у меня под углом. Смотрим на принт. Он стал под углом. Такое тоже может быть. Ведь узор может нанесен быть по диагонали на изображение. И уже тоже другое восприятие. То есть это может вам помочь подогнать, например, если у вас полоска, полоску под изделие. И так далее. То есть это может быть какая-то купонная печать, может быть плейсмент, может быть все. Соответственно, печать на полотне. И вот так вот мы уже создали 8 разных дизайнов. Точнее, 12 разных дизайнов. Просто за счет того, что мы изменяли заливку, изменяли цвет. Но при этом сама футболка базовая никуда не менялась. То есть вот как у нас есть, например, лекала, как у нас есть это изделие, так мы его не меняем. Мы просто подбираем к нему, соответственно, разные принты. То есть одни и те же лекалы вы можете раскроить из разного цвета и из разных полотен. Вот это как раз возможность визуализировать, а что у нас с вами получится. Еще один дополнительный способ изменить наше с вами изделие, не меняя базового кроя, это дополнительные накладные детали. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду, например, вы можете добавить карман. Он же не требует внесения изменений в базовую конструкцию изделия. То есть оно как было, так и осталось. Просто если вы сверху вот сюда нашьете какой-то карман той формы, которую вы считаете актуальной, я сейчас рисую просто базовый карманчик, но он может быть абсолютно любой, то, соответственно, у вас тоже изменится внешний вид изделия и будет представлен уже другой дизайн. Это тоже как инструмент. До работы. Сейчас мы сделаем отстрочку. Так, чуть-чуть уменьшим. Вот, и разместим ее на кармане. Такой вот способ моделирования. При этом бывает разная форма карманов, да, их количество тоже может варьироваться. И здесь все зависит уже от вашей фантазии, как вы это будете делать. Например, вы можете сделать футболку с одним карманом, вы можете сделать футболку с двумя кармашками. Кармашки даже иногда могут располагаться на рукавах. Либо же, например, если футболка будет из очень прозрачного трикотажа, особенно в белом цвете, когда мы добавляем трикотажное полотно, иногда на женских футболках разумно делать такие карманы. Они как раз перекрывают нам грудь, и таким образом футболка смотрится более цельно. То есть это тоже как элемент декора может быть использовано. При этом карманы можно сюда, например, карман кенгуру добавить. От этого базовая конструкция футболки, опять же, не поменяется. То есть сейчас все моделирование, которое я делаю, рассчитано на то, что мы не меняем базовую конструкцию футболки, а ее оставляем такую, какая она есть. Просто добавляем либо цвет, либо принт, либо какие-то дополнительные накладные элементы. Это может быть и вышивка, это могут быть шевроны, это могут быть блестки. Все-все-все оно вам даст возможность для того, чтобы создать совершенно другой внешний вид вашего изделия. Например, вот такой карман может быть. То есть мы уже смоделировали некоторое количество изделий. Может быть его там повыше надо. Смотрите, сразу видно, да? Подходит он, не подходит. Сочетается он, не сочетается. Смотрится он, не смотрится. То есть вы посмотрели, понимаете, что нет, такой карман мне сюда не подходит. Я бы не хотела, чтобы он здесь был. Ну и все, и не делаете его, и дальше не происходит. В принципе, вот такое там моделирование при помощи кармашков и всего остального вполне возможно и при работе руками. Конечно же, цвета вот так вот позаливать руками вам будет намного сложнее. Вам нужно будет каждую футболку нарисовать. А в векторе, вы видите, я просто копирую столько, сколько мне нужно, столько и делаю. И те заливки, которые мне нужны, те и применяю. Я пошла в магазин, сфотографировала ткань, пришла и начала моделировать. Например, у меня там сложное платье каком-нибудь с бачками. И начала вставлять ткани. Понимаю, это подходит, это не подходит, это смотрится, это не смотрится. Соответственно, это вот прям буквально такое банальное применение практическое нашего с вами программного обеспечения, которое прям облегчает жизнь. Следующее мы будем с вами делать моделирование с изменением базовой конструкции. При этом начнем с самого простого изменения. Я сейчас упрощу эскиз, уберу с него тени. Потому что уже при более сложном моделировании тени нужно добавлять потом, потому что неизвестно, во что мы его сейчас моделируем. Вот, соответственно, мы будем моделировать по длине. Так, то есть по длине. Это, соответственно, что мы можем сделать с длиной изделия. Ну, две самые банальные истины. Это мы можем ее удлинить или укоротить. Вот она наша базовая футболка. Я ее специально оставляю, чтобы была видна разница. Вот мы ее удлиняем. При этом я не делаю сейчас никакого расширения, ничего. И у меня из футболки получилось платье. Соответственно, если мне требуется, я могу потом немножечко поправить линии. Если требуется. Если не требуется, оставить так, как они есть. И могу ее укоротить. До того уровня, который мне нужен. Соответственно, грамотно нарисованные эскизы позволяют это сделать достаточно просто и легко. Может быть, там поправить пару точек. И вот мы получили уже футболочку такую короткую. Соответственно, смотрите, сколько это у меня заняло времени. Минимум. Абсолютный минимум времени для вот такого моделирования. То есть здесь это базовая конструкция футболки. Но это же у вас может быть что-то сложное. Какой-то лифт, да, к которому вы что-то будете доделывать. Либо еще что-то. По длине отмоделировали. Моделируем по ширине. Что мы можем сделать по ширине? То же самое. Либо заузить, либо расширить. Буду моделировать базовую футболку. Но я думаю, что у вас у всех есть понимание того, что методы можно совмещать. Можно ее отмоделировать по длине и расширить, соответственно. А я буду базовую футболочку моделировать, чтобы был понятен исходник. Соответственно, вот она у нас такая, как и есть. Поскольку она уже изначально облегающая, убрать ей ширину я не могу. То есть вот она вот такая уже, она маленькая. Но я могу, например, сделать из нее вариант футболки, не сильно меняя ее внешний вид, когда у нас отсутствует приталенность. То есть вот когда она будет прямая, она не будет талью облегать, а она станет прямой. То есть уже поменялось, да, ощущение. То есть если эта футболка, она у нас прилегающего силуэта, то это будет футболка прямого силуэта. А вот потом мы можем, например, этот силуэт, который у нас получился прямой, еще дополнительно расширить по длине и низа. Соответственно, в одну сторону его расширить и в другую сторону его расширить. Таким образом получаем еще дополнительный объем. Это моделирование базовое, потому что основа, вот эта верхушечка, да, она у нас сохраняется. Нам не требуется с вами менять линию проймы, линию горловины. Вот все как было, так и осталось. И это можно при единичном крое моделировать прямо на ткани. То есть вы положили, развели лекало, и у вас оно отмоделировалось. Вот вы получили три разные посадки. Удобно смотреть, удобно понимать, в какую сторону вы можете это сделать. Дальше мы с вами можем добавлять линии кроя. Что это за зверь такой? Давайте смотреть. Например, мы будем добавлять с вами горизонтальные линии кроя. Самое такое вот распространенное и частое добавление линии кроя, это идет что-то наподобие отрезной кокетки по груди. Ну, по крайней мере, в футболках. Там бывает их намного больше. Например, может быть, вот так вот по линии рукава отрезана у футболки верхняя часть. Вот. И часто при таком крое, например, делают верх одного цвета, низ другого цвета. Вот так ее режут. Можно отрезать по линии талии. Соответственно, принцип точно такой же. Мы режем ее по линии талии. Одну часть мы можем покрасить одним цветом. Ну, или сделать из одного цвета. Можем сделать из другого цвета. Можно сделать так называемую нарезку в несколько частей, когда у нас там верх чуть-чуть отрезан, низ чуть-чуть отрезан. Такое тоже может быть. Это делается реже. Но тоже делается при необходимости. Поэтому там смотрится правильная пропорция, как это прорезается. Я режу прямоугольничками, чтобы правильно у меня все там выглядело. Вот. Разгруппировали. Ненужные удалили. Вот получилась такая нарезка. Я сейчас просто тенями покажу, что, да, вот если у нас это будет разное полотно. Это пример. Это мы с вами по горизонтали подробили нашу футболку. Теперь все то же самое. Мы будем футболку дробить по вертикали. Какие у нас основные членения будут по вертикали? Ну, в футболке это реже используется. Например, в платьях и блузах это будет часто использовать. Например, это выточки. Либо же подкрайные бачки. Ну, на футболках, опять же, я говорю, это редко. В обычном крое женских изделий это более частый гость. Но мы все равно сейчас на футболку для чистоты эксперимента бачок все-таки сделаем. Так, в одну сторону и точно такой же, сейчас в другую сразу, да. Чтобы у нас все было симметрично. Соответственно, два бачка, которые могут выполнять просто конструктивную функцию. И, например, туда уходят в них выточки, да. Либо же еще дополнительно давать функцию визуальную, когда они могут вот странить, да. Так как в данном случае я их сделала другим цветом. И уже у меня футболка стала смотреться совсем по-другому. Так, что у меня там с линиями произошло? Неправильно разрезала. Сейчас я, одну секунду. Перережу. Вот так, так, так и... А, она не разгруппирована, поэтому неправильно разрезалась. Так, забыл разгруппировать. Делаю все то же самое. Те же самые бачки просто у меня улетела немножечко от строчка. Чтобы эскиз все-таки оставался нормальным эскизом. Так. Можем делать какие-то достаточно вольные членения. Например, из плечевого шва вот так вот бачком какую-то часть отрезать. Это так называемая система color blocking. Либо же просто там какая-то другая ткань, может быть, другое полотно вставленное. Ну, то есть все что угодно, дополнительная линия кроя, которая создает нам какой-то эффект, который мы хотим получить. То есть она вот так вот откроилась. Вот он, наш дополнительный бачок получился. Он просто вот для дизайна, для создания какого-то эффекта, для придания чего бы то ни было. Может быть, сложный фантазийный крой, когда линии идут, например, там по диагонали, как-нибудь вот так режется изделие. Это тоже почему нет. То есть здесь мы берем базовую конструкцию, ее разрезаем, получаем дополнительный элемент. Вот такие футболки я тоже в продаже видела, когда их вот таким образом режут. Соответственно, горизонталь и вертикаль. Дальше вот от этого вот, то, что мы сделали, может быть создан дополнительное разведение. Например, возьму вот этот пример наших футболок, когда мы с вами горизонтально футболку, соответственно, раздробили. И теперь, сейчас я уберу у нее лишние точки, сделаю ее более прямой. То есть это уже изменение, да? И при этом я могу теперь ее развести в стороны, развести только нижнюю часть. Соответственно, у меня будет, ну, например, футболка больше адаптирована для беременных. Если я еще покажу, что вот здесь у меня будут дополнительные складочки собираться. Ну, то, что здесь вот так вот она будет присбариваться. И здесь будет складочка. Соответственно, будет присборочка. Вот вам, пожалуйста, футболочка для беременных с дополнительным запасом на животик. Сейчас мы линиями обозначим. Ну, здесь, то есть, придется еще сделать в лекалах разведение на то, что там объем. А визуально, вот, из базовой футболки мы это вытянули по рисунку. Сейчас мы так сделаем. Так. Например, вот так и вот так. Вот, и у нас уже с вами такая вот штучка получается. Можем сдублировать какие-то моменты. Показать, что это будет именно так смотреться. Вот здесь у нас сборка. То есть, мы увеличили объем, добавили сборку, показали, что будет такой элемент. Точно так же мы разрезали с вами по талии. И можем, например, здесь как дополнительную такую элемент вставить туда базку, например. Сейчас я покажу два варианта. Сейчас мы у этой уберем базовые точки. Вот. Соответственно, два варианта. Мы разрезали футболку по горизонтали. И теперь мы можем увеличить по ширине. И, например, спланировать так, что она по низу будет идти фалдами. Да, то есть, как будто бы там достаточно большое расширение. И за счет этого по низу будут получаться фалды. Сейчас мы это все прорисуем. Делаем набор дополнительных точек, которые нам будут обозначать как раз линии низа. Здесь требуется базовое понимание того, как это все-таки смотрится на изделии. То есть, если вы совсем не знаете, какого эффекта вы хотите достичь, то у вас вряд ли это получится. Но если вы понимаете, к чему вы стремитесь, то, соответственно, проблемы у вас не должно быть. Ну вот. Теперь нарисовать дополнительные линии. Это пример работы с эскизами, когда у вас уже есть набранная базовая такая вот коллекция эскизов. И вам нужно быстро, соответственно, создать что-то новое. Вы вызываете тот эскиз, который послужит основой. И на его основе, соответственно, делаете вот такого плана моделирования. Частый пример. То есть, не все эскизы рисуются с нуля. Это нужно понимать. Многие эскизы вот просто моделируются. Это не хорошо и не плохо. Это так делается. Можно нарисовать дополнительную тень. То есть, создать еще дополнительный эффект объема. Соответственно, вот так все прорабатываете. Прорисовываете. Получаете тени. Это мы с вами сделали чуть более сложное как бы разведение, когда получился объем, да, и от него, соответственно, вот уже получаются. Вот наша футболочка стала понизу с оборочкой. Мы можем эту оборочку, например, задублировать. Давайте покажу. Сейчас здесь вниз уберем. Ту оборочку, которую мы уже отмоделировали, сюда поставить. Просто, да, раз я и скопировала. Дублируем ее еще раз. И, например, говорю, что я хочу, чтобы она была в два уровня. Соответственно, у меня получилось оборок в два уровня. Могу теперь светотенью показать, что там этот нижний уровень, этот верхний уровень. Вот я создала новое изделие. Можно еще оборок добавить, можно поварьировать их, скажем, соотношение между друг с другом. Удлинить, укоротить то, как нравится именно вам. Но получилось совершенно уже другое восприятие от эскиза, совершенно другое изделие. Что мы с вами можем еще сделать здесь? Здесь, помимо вот того раскрешения, которое я показала, мы можем корректировать элементы, которые есть на футболке. А именно детали. В данном случае у нас основные детали от рукава и, соответственно, кроловина. Пример работы с рукавами. Рукава можем убрать. Самый банальный пример. Встала футболка без рукавов. Рукава можем удлинить. Сделать той длины, которой нужно. При этом, при удлинении рукава, вы можете сразу откорректировать его толщину. Не зацепила точку. Вот то, что сейчас я делаю, это есть в Adobe Illustrator мой курс «Основы плюс эскизы». Там это все разобрано и подобрано. Рассказано, как какими инструментами пользоваться и как это, соответственно, применяется. Даже есть урок вот по такому моделированию. Но я здесь сейчас вкладываю, в принципе, большой объем знаний. То есть я показала здесь и принты, и работу с принтами. Совсем-совсем-совсем. Это несколько блоков. Но в целом, для того, чтобы этому научиться, базового уровня достаточно. Более глубоко. Это уже тем, кто хочет это тоже изучать. Пожалуйста, можно сделать. Соответственно, то есть, понимаете, да, буквально вот рукав есть, нету, удлинила, расширила. Уже совершенно разное. То же самое с горловиной. Вы можете ее там удлинять, углублять, расширять. Сейчас мы опять вернемся к базовой основе. И я покажу, как это делается. Видите, уже сколько намоделировали? Быстро дело идет. Многие мои студенты, кто проходит курс и делают тоже такое задание, только мы его делаем на основе платья. Говорят, что потом просто невозможно остановиться. То есть в какой-то момент просто себя стопорит, потому что начинается. А здесь вот так вот, а здесь вот так вот, а здесь вот так вот, а здесь вот так хочу. И это действительно затягивает. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, так некрасиво. Так, мы можем с вами... Например, поиграться с горловиной. Нам придется корректировать бейку. Соответственно, надо точки лишние убрать, сейчас все хорошо будет. Вот. Вот ее вот так вот поправить. При этом я рекомендую, что когда мы работаем с горловиной, вот эти внутренние части, их убрать, чтобы они не мешали, а позволяли нам спокойно сначала отмоделировать горловину, посмотреть, да, посмотреть, какой она будет, а уже потом дополнительно подумать, а какая там будет технология. То есть когда вы моделируете именно форму, желательно, чтобы у вас не мешался там технологический узел, а просто вы это делаете. То есть я иногда даже вот так просто беру, отсекаю горловину. Сейчас покажу. Прямо отсекаю целиком горловину, оставляю вот такой вот кусок, и потом его моделирую, а уже потом к нему пририсовываю ту технологию, которая должна быть. Ну, потому что я, например, могу там искать форму какую-то, еще что-то, и неудобно, когда там у меня еще бейки бегают вокруг. А потом уже, когда я это сделаю, я дополнительно сажусь и подрисовываю ту горловинку, которая мне будет более актуальна. Можно там какие-то квадратные делать горловины. Собственно, why not. Потом уже подумать, да, как это будет смотреться сзади, как это отделать и чем. Ну, вот такие могут быть. Могут быть... Сейчас покажу. Например, там вариант лодочка. Когда мы берем то, что у меня здесь точка есть, здесь точка есть, и они между собой сейчас соединятся. А эти точки мы сейчас все уберем. Это убрать, 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 убрать и убрать. Ну вот. И можно ей плавную изгиб дать этой линии. Конечно же, потом сесть, прорисовать, что там будет от строчки, оверлок, туда-сюда. Но в целом, как бы, форму горловины я помоделировала. И вот смотрите, сколько у нас прошло времени. Совсем немного, да, приблизительно около получаса. И мы с вами получили вот такую, я бы сказала, батарею разных дизайнов. При этом я старалась показывать и давать методы, которые разнообразные, которые не повторяются. Но мы же их можем сочетать между собой. То есть относительно моделирования основы мы можем ее еще и цветом моделировать и дополнять туда принты. Иногда вот такой крой, да, как в данной футболке, он может хорошо послужить, например, у вас полосатое полотно. У вас может быть здесь в одну сторону полоска, а здесь в другую. Вот сейчас я вот эту футболку просто покажу, как она будет варьироваться в цвете для того, чтобы показать, что нам вот этот крой дал. Мы ее подкроили, отрезали ей кусочек и теперь можем ее отмоделировать. Я возьму сейчас, создам заливку в виде черно-белой полосы и она прям даст нам очень хороший показатель, как это будет. смотреться. Так, немножко сместилось. Смещение идет, не понимаю почему. Я сделаю ее, пожалуйста, без смещения. Вот. Так, соответственно, вот у меня есть черно-белая полоса. Сделаем потоньше. Создадим из нее заливку. Вот. И смотрите, наша с вами футболка, она даже потолще, чтобы лучше видно было. Мы ее сделали на ней очленение по вертикали. Что мы можем теперь сделать? Мы можем сделать, например, сочетание. Черно-белая полоса в основном полотне и дополнительные черные детали. Это вариант номер раз. Вариант номер два. Мы можем показать, что у нас полотно может идти под разным углом. Я вам показывала уже, что можно менять поворот и наклон. Соответственно, вы берете и показываете, что оно там стыкуется каким-то определенным образом, например, как-то вот так или бачком. При этом у вас создастся иллюзия 3D какого-нибудь, либо наоборот. То есть, надо посмотреть, какой угол там будет лучше тебя вести. вертикально не очень хорошо ведет. То есть, хорошо, когда все-таки какая-то такая диагональка. Может быть, вот так. При этом, я, кстати, не состыковала полоски. То есть, надо их руками стыковать, чтобы было более гармонично и более красиво. Можно сделать, например, рукава в полоску. И смещение линий крови вот эти возможности для вас открывает и позволяет потом вот самое-самое разное все это делать и создавать. И все это делается быстро, просто, удобно. И это вот полчаса работы. Я старалась показать структуру, а если я, на самом деле, начну моделировать в какую-то сторону, там, мне нужно будет там из футболки что-то вытянуть, я буду это делать. Соответственно, даже самая простая, даже самая банальная вещь может вам показать и содержать в себе много всего интересного. Поэтому, как бы вы не занимались, шьете вы самостоятельно, занимаетесь вы этим как дизайнер, хотите запустить свою линию футболок, вот вам прям мастер-класс, да, как это можно сделать. Берете одну основу и на ней работаете. Это все, все можно сделать, и это очень удобно делать в программе Adobe Illustrator, которая вам здорово визуализирует. Из моей практики даже некоторые онлайн-магазины специально либо берут фотографию в футболке, либо же отрисовывают вот точно так же эскиз, и на этом эскизе накладывают принты, выкладывают на свой сайт и продают, а потом по заказам их принтуют. То есть, это прям такая готовая бизнес-модель, которая легко коммерциализируется. Можно создавать принты и потом их продавать, например, на паттерн-банке или там шаттерстоке, где угодно, то есть, какие-то авторские принты. Вот здесь использован на гранат, который рисовала Мария Маус, ее авторский гранат, соответственно, она может создать тоже такого плана принты и их продавать. Я, кстати, показывала, что можно делать из этого композиции, создавать платки и так далее. Тоже есть дополнительные видео на YouTube, можете туда обратиться и посмотреть. Вот, например, реальной работы в программе. Показ ее возможностей. Да, я знаю, я не все объясняла, что я делала, но я показывала вам именно возможности программы. Если вы хотите этому научиться, пожалуйста, приходите. У меня есть специализированный курс, который направлен именно на создание одежды в Adobe Illustrator, на создание принтов и вот на то, как это все делать, оформлять и в дальнейшем с этим работать. То есть, я практик, я не столько теоретик, сколько практик, но стараюсь в своих уроках максимально все систематизировать для того, чтобы это было легко воспринимать. И у меня очень-очень много практики, поэтому если кто-то надумает приходить учиться, имейте это в виду, заставлю все делать, просто так прослушать курс не получится. Придется работать и выходить с реальным навыком, а не с навыком каким-то там облачным. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно и вы почерпнули для себя интересную информацию. Если захотите, пересмотрите это видео еще раз, оно будет доступно. На этом все. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok